Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Президент Украины Зеленский сказал, что Крым и крымчане, мы так вас любим, так скучаем, мы вас ждем очень домой. Как, кстати, президент страны, который рейтит меньше 20% в 15% может говорить за весь народ, это вопрос. Но, тем не менее, давайте спросим народа, вот если бы Зеленский вас слышал, что бы вы ему сказали, давайте прогуляемся. Да, кстати, Настя вам показала, я продолжу. Мы видели это, да, вот так оно и было. Вот эти старые, ушарпанные, при Украине неделанные фасады Советского Союза, и все российские флаги. Сейчас фасады, слава богу, делают, в порядок все приводится. Так, так интересно прогулялись тут. Столько интересных цитат. Смотрите, какую тут аллейку строят. Эту историю покажут, когда, как, что было. Концерт будет, белый концерт. Не знаю, может, к 8 марта площадка еще готовится. Круто. Ладно, пойдемте погуляем. Здесь ветряно, перейдем, где поменьше ветра. Тюльпаны. Здравствуйте, можно один вопрос буквально? На днях президент Украины Зеленский сказал, что очень скучает и любит, и ждет крымчан вместе с Крымом очень домой. Вот если бы он вас слышал, что бы вы ему передали? Я все бы сказал. А нам в Крыму нормально, все живется хорошо. Все, спасибо большое. А еще вот говорить и говорить, если что-то сказать. Да нет, нам в Крыму хорошо живется, и нас это устроит. Все, спасибо большое. О, ребят, молодежь, скажите, пожалуйста, вот на днях Зеленский сказал, что он очень ждет домой крымчан, прям вместе с Крымом домой. Что вы бы ему ответили бы сейчас? Я ответил, что я живу в Москве. Ну, в Москве живет человек. Понятно. Ну, ребят, ну тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны. Смотрите, красота какая, красота. Можно вопросик? Можно. На днях президент Украины Зеленский сказал, что очень скучает, очень ждет Крым вместе с крымчанами домой. Вот если бы он вас слышал, что бы вы ему ответили? Ну, я бы, ну, что? Вот прямо ему скажу, Володя. Володя, ну, приезжай. Кстати, да, пусть приедет и посмотрит. Приезжай, посмотрит, что у нас как. Все, спасибо большое. С наступающим 8 марта вас. Спасибо большое. Девчонки, можно вопросить? Пожалуйста. Ой, 8 марта. Скажите, круто, да? Круто. Просто круто. Будни. Я гуляю в будни. Не выходной. Время чуть после обеда. Смотрите, можно коротенький вопросик? Позволите коротенький вопросик. На днях президент Украины Зеленский сказал, что прям так ждет крымчан вместе с Крымом, вместе домой. Если бы вы его увидели, вот прям вот, что бы ему сказали бы? Вряд ли я его увижу. Ну, вот сейчас вот, допустим, вот, прям вот он услышит ваши слова. Нет, я не хочу фантазировать. Спасибо. Здравствуйте, можно вопросик? На днях Зеленский сказал, что очень сильно ждет Крым вместе с крымчанами домой. Вот если, что бы вы ему ответили бы? Я иностранец, я опять. Откуда вы? Всполе Кузбекистана. А, очень приятно. Спасибо. Ну вот, как видите, иностранцы у нас тоже говорят. Да, ну, вон, сейчас видно было, что с переводчиком, группой была экскурсант. Ребята, можно вопросик? Ребята, можно один вопрос? Коротенький. Можно? Вот смотрите, на днях президент Украины Зеленский сказал, что прям очень сильно ждет Крым вместе с крымчанами домой. А вот если бы он вас слышал, что бы вы ему ответили? Ну, что наш дом, Россия. Все, спасибо большое. Ребята, коротенький вопросик, пожалуйста. Не хотим. Спасибо. Ребята, можно вам вопрос? Давайте. Вот смотрите. Кто вы такой, во-первых, представитель? Меня зовут Олег Агиев, я работаю, я с города Севастополя, снимаю видео о Крыме, о Севастополе. Ага, тогда, тогда. Вот смотрите, на днях президент Украины Зеленский сказал, что ждет Крым вместе с крымчанами домой. Вот если бы он у вас слышал, что бы вы ему ответили? До свидания. Спасибо. У вас наступающий 8 марта. Нормально? Да, да, спасибо большое. До свидания. Хочу ему крылья-то. Да, спасибо. Это здорово. Можно вопросик? Вот, интересно ваше мнение будет. Вот смотрите, на днях президент Украины Зеленский сказал, что ждет Крым вместе с крымчанами домой, на Украину. Вот что бы вы ему ответили? Я не знаю. Понятно. Я не местная. Откуда вы? Из Тюмени. О, здорово, Сибирь. Ну, у вас наступающий 8 марта. Отогревайтесь здесь, отогревайтесь. Но, в любом случае, Крым же, он Россия или Украина? Россия. Вот, хотя бы это. Ну, вот хотя бы вот у нас. Ну, вот что ж, вообще детей спрашивать не будем. Так, ну, давайте пока чуть-чуть прервусь. Пойдемте туда, дальше прогуляемся за театром. Нам в ту сторону, кстати, и по делам надо. Мы с вами будем так идти и народ опрашивать. Заодно с нами прогуляетесь по Севастополю, ребята. Магнолия. Ой, красота какая. Понимаете, небо уже голубое, же тепло, солнышко. Машина на солнышке стоит. Сладящий машин уже обогревать не надо. Прям разогревает ее. Класс. А, найдемте дальше. Ну, собственно говоря, недалеко мы от ушли. Все равно люди гуляют. Здравствуйте. Один вопросик, небольшой. Смотрите, на днях президент Украины Зеленский сказал, что ждет крымчан вместе с крымчанами домой. Вот если бы Зеленский вас слышал, что бы вы ему сказали? Ну, привет ему. Все, спасибо большое. До свидания. Здравствуйте. Один вопросик. Вот на днях президент Украины Зеленский сказал, что ждет Крым вместе с крымчанами домой на Украину. Вот если бы Зеленский вас слышал, что бы вы ему ответили? Зурел, что ли? Вообще разохерел. Спасибо, спасибо. Мы сделали обрезание, надо сделать и голову обрезать. Ого, кардинально и жестко. О, ребята, ну что ж, ну всякие мнения бывают. Здравствуйте. Один вопросик небольшой. Вот на днях президент Украины Зеленский сказал, что ждет Крым вместе с крымчанами домой на Украину. Что бы вы ему ответили, если бы он вас слышал сейчас? Забыл бы вообще об этом. Забыл. Сейчас, спасибо большое. Вас с 8 марта. Историю читает. Да, да, да. Екатерина Тарайна, вон камень заложила, в 1835 году. Вон лежит на площади, на Красной пристани. Надо историю знать. Спасибо, с 8 марта вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Про обрезание. Это, конечно, ла, это мема. Привет из Севастополя Владимира Зеленского. Ай, бывает же. Милые дамы, один вопросик можно? Давайте. А, на днях президент Украины Зеленский сказал, что ждет Крым вместе с крымчанами домой на Украину. Вот если он вас слышит, что бы вы ему ответили? Нет. Нет, все понятно. Хотим мы туда. Все, спасибо большое. С 8 марта вас, девчонки. Так вот. Ой, а как-то тут от ветра спрятался. Это прям с моря поддувает и поддувает. Один вопросик буквально на ходу. Спасибо. Здорово. Обрезание эту, эту жесть. Так. Ну, вот вечером, конечно, было бы больше народа. Но вечером и снимать тяжелее. Ну, давайте работать. У старшего поколения спросит. Здравствуйте. Один вопросик коротенький. Слушаю. На днях президент Украины Зеленский сказал, что ждет Крым вместе с крымчанами домой на Украину. Что бы вы ему ответили, если бы он вас слышал? Ну, он не знает истории. Вот. Вот. Скажем так. Он не прав. Однозначно. Ну, и это его амбиции. Потому что мы знаем, кто им управляет. В общем, нехороший он человек. Скажем так. Спасибо большое. Так. Спасибо. Корректно ответить. Да, корректно. Вы не представляете, что люди до вас говорили. Да, да, в основном не печатают. Здравствуйте. Можно один вопросик? Хорошо. Здравствуйте. Буквально один вопросик. Коротенький. Ну, с 8 марта вас в любом случае. Буквально один вопросик. Ну, с 8 марта вас в любом случае. Да, люди, кто спешит, кто отдыхает. Все своим делом заняты. Ну, я, собственно говоря, смотрите, на работе. Общаюсь. Да. Спешу. Поздравить с 8 марта. С наступающим. Жители Крыма, Севастополя, девчонок. России, мира. Украины. Собственно говоря, адекватных. Да и вообще всех. Женщин, девушек мира. Спасибо, что вы есть. С праздника вас. Давайте сейчас спросим. Здравствуйте. Один вопросик можно? Конечно. Вы знаете, на днях президент Украины сказал, что ждет Крым вместе с крымчанами домой, на Украину. Вот если бы он вас слышал, что бы вы ему ответили сейчас? Мы бы сказали, что он дурак. Что мы давно уже на родине в России. Мы Россию не изменяем. Тем более я россиянин, центральной России. И никогда там не был и не буду в Украине. Пусть он губы не раскатывает. Россия для нас все. Наша родина. Здесь он никогда не будет. И никто тут, я считаю, из жителей Севастополя даже, может единиться. Из 10 тысяч один найдется, который там может посягнуть, уехать в Россию. А остальные здесь все преданы. Здесь не получится, что он хочет сюда вернуть. Никогда ни за что мы не отдадим. Понятно. Спасибо. С 8 марта вас здоровья, счастья. Спасибо вам тоже. Ну что ж, ребят. Ну вот примерно, чтобы вы понимали, какие ответы прилетают. Мне тут без камеры подошли, вообще дернули. Ну, ребят, ну там вообще жесть, там мат. Ну, вот я хотел вам передать мнение жителей города Севастополя на вызов домой господина Зеленского. Что ж, всем хорошего настроения. Еще раз, девчонок, с наступающим. Ну что, всем пока. Подписывайтесь на наш канал.